Приветствую! Те люди, которым сейчас более 50 лет, прекрасно помнят одну из фишек Советского Союза. Стен газета. Стен газета, на которой публиковались местные новости. И в том числе там публиковали информацию о нарушителях правил советского общежития. Гражданин, товарищ, вернее, товарищ Иванов, курил сегодня в подъезде. Чем нарушил правила советского общежития, за этого он должен быть поддан порицанию социалистического общества. Примерно так писали на стен газетах. К сожалению, часть из этих людей так хорошо запомнила эти стен газеты и идею общественного порицания социалистическим сообществам, что в 2023 году они предлагают ввести реестр уклонистов. И, мол, туда мы будем заносить всех людей, которые не явились минимум два раза по повестке. И, соответственно, цель какая? Оказать моральное давление на этих людей, чтобы страна знала своих героев, чтобы каждый знал, «А кто же у нас такая сволочь, мол, что не явился по повестке?». Также, также эти люди говорят, что будем мы рассылать повесточки в мессенджерах, будем смс-кой рассылать, будем в Вайбер, в Телеграм, везде вам присылать повестки. Правда, на сегодняшний день никаких норматив на правовых актах об этом нет, но мы их готовим, мы сейчас обязательно подготовим и все это запустим. И вот здесь я хочу обратиться к одному интервью, к интервью человека, который немножечко разбирается в реестрах. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ну, уже бывший на сегодняшний день министр цифровой трансформации. Это тот человек, под чьим руководством был запущен портал Дия и приложение Дия. Давайте посмотрим, что он думает по поводу реестра уклонистов и рассылки повесток через мессенджер. А он по поводу идеи Венеславского рассылать повестки в мессенджер говорит следующее. «Я думаю, або он некорректно высловился, або просто это вырвано с контекста. Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это неможливо сделать, пока нет никакого реестра військовозобвязанных. А до идентификатора реестру не привязаный верификованный номер телефону. А у нас немає верификации номера телефону и особи в государстве». Я даже не говорю сейчас про Конституцию и постановы. То есть вы понимаете, человек, который как раз этими вопросами по сути занимается, он говорит, «Да у нас реестра нет. У нас до сих пор нет качественного реестра военнообязанных». И обратите внимание, закон о едином реестре призывников военнообязанных был принят в 2017 году. Прошло 6 лет. Качественного реестра на сегодняшний день до сих пор нет. При этом мы говорим о каком-то мифическом реестре уклонистов. Мы говорим о рассылке повесток через мессенджер. Но вот человек, который непосредственно этими вопросами мог бы заниматься, но, как мы видим, теперь, наверное, не будет заниматься уже, он говорит, что «Да это в этом году невозможно сделать». То есть, о чем мы говорим? Мы говорим просто о, я не знаю, то ли попытке запугать людей, то ли попытке вот просто потолочь воду в ступе. Я не знаю, что это такое. Но мы однозначно о чем не говорим, это о реальных вещах. Реальность, она вот такая. На сегодняшний день нет реестра военнообязанных. А как вы собираетесь без этого реестра сделать реестр уклонистов? Да и вообще сама идея реестра уклонистов, ну, она вот для меня реально попахивает каким-то Советским Союзом, от которого мы как бы полностью отходим, да, мы проводим там всякие декоммунизации. Но вот эту идею общественного порицания пытаемся сейчас вытащить, да, и как-то ее легитимизировать через вот такие реестры. Друзья, как мне кажется, ну, не таким образом нужно людей мотивировать к службе в армии. Возможно, стоит их мотивировать тем, чтобы человек, который идет в армию, понимал, что он будет выплаты получать, стабильно будет получать, и условия получения выплат не будут меняться во время прохождения службы, как у нас уже это было. А мотивировать надо тем, чтобы человек, который пошел служить, защищать эту страну, знал, что если он получит ранение, то для него не будет еще одной проблемой собрать бумажки в подтверждение того, что он получил ранение, получить соответствующую компенсацию от государства, как это есть сейчас. Потому что люди, которые сейчас защищают нашу страну и получают травмы в связи с этим, они просто сталкиваются с чудовищной бюрократической машиной, которая не позволяет им получить надлежащие компенсации. Может, вот что-то с этим нужно сначала сделать? Может, нужно ВЛК довести до ума и сделать какую-то реально работающую систему, а не за 30 минут человек у вас проходит медкомиссию и оказывается пригодным. Ну, понятно, а что за 30 минут можно сделать? За 30 минут можно только посмотреть на человека, записать его данные и так на глаз определить, здоровый он или нет. Может, вот там нужно какие-то подвижки делать? Может, вот там нужно реформировать что-то, а не говорить про реестр уклонистов. Давайте с этим делать что-то. Давайте помогать тем людям, которые действительно уже защищают страну. А не думать о том, как человека, который, возможно, да, возможно, испугался службы в армии, возможно, испугался смерти, что вполне даже естественно. Мы думаем, как его общественно порицать и грозить пальцами, показывать пальцем, какой он плохой. Так что, после этого мы рассчитываем, что человек вдруг скажет, что «Да, я понял, разве я в реестре уклонистов, значит, надо идти служить». Мы на такую его мысль рассчитываем. Мне кажется, что человек не будет так думать. Ну и, конечно, друзья, надо еще раз помнить, что вот эти идеи с реестром уклонистов, с рассылкой повесток через мессенджеры по СМС столкнулись с реальностью. А реальность такова. Нет реестра нормального, реализовать это сейчас невозможно. И невозможно сейчас это реализовать еще и под второй причиной, законодательной. У нас нет надлежащей законодательной базы для того, чтобы реализовать хоть реестр уклонистов, хоть рассылку повесток через мессенджеры. На этом у меня все. Друзья, если считаете, что данное видео было вам полезным, если вы разделяете мои мысли, ставьте лайк. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.